Доброго времени суток, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим боёк на танке Леопард 1. Тут прям чувствуется в этом бою безысходность и нервы игрока, но тем не менее он тащил этот бой до конца. Вытащил ли он его, вы сами увидите в конце. Ну, а у меня для вас некоторые интересные новости. Одна из новостей, собственно, с 13 декабря, с 9.00 по 16 декабря в 8.30 стартует некоторая небольшая акция, позволяющая получить x5 опыта за первую победу в день. Ну, в общем-то, не очень-то и густо, но и не пусто. Всё-таки x5 опыта это можно срубить нормально, так особенно если у вас ещё есть прем, который ещё больше бустит опыт и можно там, по-моему, x3 сделать, если я не ошибаюсь. То есть ещё лучше увеличить тот опыт, который вы получите и тем самым можно подпрокачивать некоторые танки, так сказать. Ну и, конечно, многие игроки сейчас вот кинутся покупать эти все новогодние коробки, там скажут, блин, новогодние коробки, как это круто, им бы завезут там всякие объекты 703.2, Е75 ТС. Но всё ли так гладко, всё ли так хорошо, давайте разбираться. Во-первых, что стоит отметить? Да, новогодние коробки, к счастью, разработчики не сильно-то и переделали по сравнению с прошлым разом. Хотя это на первый взгляд, нам же никто не говорит, какой там шанс будет выпадения того или иного предмета. А шанс, естественно, есть математически. Вот сколько нужно коробок открыть, чтобы выпал тот или иной предмет. Очевидно, что у объекта 703-го наверняка будет сложнее всего выбить, ну, потому что всё-таки новый имба, двухорудийный танк, и все будут стремиться в первую очередь его заполучить. Но это будет сделать не так-то и просто. Также есть такие танки, как СУ-130ПМ, Е75ТС и Проджетом. То есть картошечка, конечно, выбрала те танки, которые наиболее желанные. Ну, не все, конечно, есть ещё там очень такие популярные танки, типа Защитника, там Е25 до сих пор многие хотят. Ну, конечно, ещё многие другие, типа Колёсника и так далее. Но, тем не менее, выбор, так сказать, вполне годный. Два новых абсолютно танка, при этом один с новой механикой, которая доселе в танках не было. И также ещё, ко всему прочему, ну, другие всякие ништяки, типа серебра, игрушек, которые повышают уровень новогодней атмосферы. Правда, скидочек не завезли нам и многое другое. Но, в общем-то, я бы на вашем месте не спешил покупать эти новогодние коробки. Во-первых, наверняка будут всякие глюки в первый старт продаж, потому что это всегда такое бывает. То есть, наплыв игроков сейчас-то, когда просто много игроков заходит на сервер, сервера начинает лагать. А вот когда начинается такая массированная, можно сказать, доз-атака, то есть, игроки толпой идут тестировать все эти коробки, покупать. Как правило, сервер виснет, и вы можете оказаться среди тех игроков, которые, в общем-то, попросту, хоть и потратят деньги, но на какое-то время коробки не получат. То есть, будет некоторая нервотрепка. Поэтому я бы на вашем месте особо сильно не спешил бы, но и не все-таки задерживал, в общем, денежки свои. Если вы готовы приобретать, то приобретайте. Но, скорее всего, это лучше сделать под вечер, когда уже сервера начнут адекватно работать. Кстати, вы можете получить новогоднюю коробку абсолютно бесплатно. Достаточно в этом видео прокомментировать и в комментарии указать свой игровой ник. А также нужно досмотреть видео до конца. Также будет еще разыгрываться золото в этом видео. Так что участвуй в розыгрыше и получай такие вот плюшечки. Ну и, конечно, хочется отметить, что есть еще один важный нюанс, который многие не учитывают. Вот сколько стоит коробок открывать? Может быть, там из пяти коробок выпадет что-нибудь годное, а может быть, и из двадцати не выпадет. Ничего интересного. Тут, на самом деле, дело удачи. И особенно часто выигрывают те игроки, которые не донатят. Ну, это может быть совпадение, но что-то мне так не кажется. Вот сколько раз мне игроки, которые особо не донатят, скидывали такие скриншоты, когда из пяти там коробок им выпадали премиум танки восьмого уровня. При этом они особо, в общем-то, не донатят. То есть, как бы, ну, очевидно, что если игрок один раз выбил что-то ценное, при этом до этого он, ну, совершенно не донатил, то, конечно же, он очень сильно обрадуется и подумает, блин, надо еще задонатить еще, и как бы подсаживается на это все дело. Ну, такая стандартная схема. Но, тем не менее, если вот вы не донатили ни разу, то, может быть, в этот раз, ну, таким игрокам будет вести. Хотя ни в коем случае никого не заставляют донатить и не принуждая, наоборот, считают, что донатят последнее дело, так скажем. Ну, и, кстати, вы можете еще обзавестись пятью тысячами золота. Достаточно всего лишь в комментарии указать свой игровой ник, ну, как я уже сказал, и зайти на сайт VODKIT и попробовать свои силы в бесплатном розыгрыше. Также на этом сайте самые ценнейшие призы в виде премиум танков восьмого уровня. При этом среди них премиум танки новогоднего календаря присутствуют и огромные паки золота. А используя мой промокод, вы получаете на этом сайте дополнительный бонус. Ну, и, конечно, еще помимо всего этого, очень важно понимать то, что новогодние коробки содержат в себе какой-то скрытый предмет. По крайней мере, было так в прошлом году, то есть разработчики завезли такую вот вещь, которую они не анонсировали изначально. Но что будет в этот раз, непонятно. Может быть, это какой-то уникальный член экипажа, может быть, снова Дед Мороз был. Будет, ну, в прошлом году был уникальный член экипажа Дед Мороз, хотя его разработчики не заанонсили. Ну, и в этот раз разработчики могут положить в коробку что-то совершенно редкое. Но получить это можно будет только, открыв очень-очень много коробок. Дед Мороза получали только игроки, которые в среднем открывали от 100 коробок, а то и больше. Ну, я думаю, там вероятность выпадения Дед Мороза просто была крайне маленькой. Ну, и, конечно, собственно, не стоит ждать того, что особо редкий какой-то приз секретный выпадет вам с первой же коробки. Хотя такой шанс, конечно, есть, но он чрезвычайно, я думаю, низкий. Скорее всего, это для таких вот ярых донатеров, которые прям много коробок покупают. И вот, собственно, для них будет такая вот замечательная возможность. Кстати, не пропустите, завтра выйдет видео. Буду открывать эти коробки. Надеюсь, у меня опять снова не лаганет все, а то, как часто бывает, зависает, собственно, сервер. И фиг купишь эти коробки. Но я постараюсь одним из первых там проснуться пораньше и закупиться коробками. И, собственно, сделать распаковку их, чтобы посмотреть, что же из них все-таки выпадет. Хотя, опять-таки, ну, тут кому-то может выпасть что-то годное, а кому-то нет. Но обычно мне ничего годного не падает. Вот тут сколько раз я распаковывал, у меня такого не было, что из трех сразу коробок падает там какой-нибудь премиум танк. Обычно я должен там открыть целую кучу коробок, прежде чем что-то годное будет выпадать. Но в целом новогодние коробки, по крайней мере, если брать прошлый опыт, действительно выгодны. В плане того, что, ну, вот ты получаешь хотя бы в голде, ну, то, что ты купил, вот потратил там определенную сумму в голде, вернее, в рядных деньгах. И получил вот столько голды, сколько и потратил, а иногда и больше. То есть некоторые игроки удваивали, так скажем, количество своей голды. Ну и, как я уже сказал ранее в прошлом видео, ну, мало ли вы не смотрели его, если у вас есть какие-то танки, которые вы продали, которые присутствуют в новогодних коробках, то обязательно не забудьте их восстановить. Потому что, ну, вот если у вас есть какой-то танк, то вы, собственно, имеете шанс получить компенсацию. То есть такие вот дела, друзья, идет компенсация, если у вас полно премиум танков. Там, например, СУ-130ПМ вообще в марафоне можно было получить в прошлом году. Мало ли вы получили. И, собственно, если выпадет у вас это ПТ-САУ, а шанс этого, ну, я думаю, ну, такой большой, не супер, прям огромный. Но, тем не менее, он есть. И вы получаете тем самым, ну, в общем-то, голду вместо этой ПТ-САУ. Ну, еще же вам одну не дадут. Ну, и также про джета тоже. У некоторых игроков есть эта машина, поэтому, собственно, вы и получаете голду, если она у вас присутствует. Но если нет, вы просто получаете, естественно, танк. Ну, и также разработчики добавили два новых танка, дабы, так сказать, поднять, ну, спрос. Так как, мало ли, все танки будут уже у игроков, там, у каких-нибудь ярых донатеров. И, собственно, на что им донатить, если все есть. То есть, собственно, еще многие спрашивают насчет скидок. То есть, на этот раз за повышение новогодней атмосферы не дают скидок, что очень странно. Также в последнее время, ну, там были какие-то скидки, но вообще игроки вот ждут сейчас вот скидок. Все-таки новогодние праздники. Я думаю, скидки будут, они будут, скорее всего, уже ближе к концу декабря или в начале, максимум, января. Ну, скидки будут, просто нужно дождаться их, не тратить серебро пока что. Благо, еще разработчики заносили черный рынок. И, собственно, лучше приберечь свое серебро и боны, и свободный опыт для этого события. Кстати, на этот раз разработчики могут ввести в черном рынке такую валюту, как, ну, свободный опыт. А почему нет? В принципе, до этого тесты такого уже проводились, только на консольных танках. Также есть некоторая такая вероятность того, что в черном рынке все-таки завезут какую-то совершенно новую имбу, которую раньше не продавали. И мне подписчик недавно скинул то, что появилась в сравнении такая имбочка, как Объект 777 вариант 2. Ну, и, собственно, этот танк пророчили как подарок для ветеранов, но его не подарили. Но вот внезапно танк начал появляться. То тут, то там, в официальном сайте, в информации среди танков появилась инфа о нем, хотя раньше ее не было. Ну, после патча, микропатча, этот танк вдруг внезапно появился. С чего вдруг его добавлять внезапно, я не понимаю. Скорее всего, есть в этом какой-то потаенный смысл. Также, вот что хотел бы еще отметить. Вот если будет какой-то секретный подарочек еще из коробок, который мне заносили, очень такая небольшая вероятность есть того, что это может быть какой-нибудь Waffentracker E100. Кто знает, может быть, такое вот тоже возможно. Это шутка больше, конечно же. Ну, какой-нибудь танчик особый тоже могут разработчики засунуть, при этом не заононсить их это. Ну, они любят такое делать, какой-нибудь там микро-шансом выбить какой-нибудь ценный приз, который не заононсен. Это, в принципе, в порядке вещей у Wargaming. Так что, готовимся к этому, друзья. Ну, и завтра, в общем-то, посмотрим, что будет. И какова вообще вероятность выпадения ценных призов из новогодних коробок. И насколько это вообще все выгодно. И желаю вам только удачи, хорошего новогоднего настроения вам. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok